Меня зовут Яна. Яна, ну все, так и есть. Яна. Яна, нескромный вопрос, сколько вам лет полных? Мне 44 полных лет. Вот, и болею с 20 лет артритом. И вы знаете, только в этом году я начала себе честно признаваться. То есть я вот как-то шла весной, и я поняла, что мне выгодно болеть. Ну и вот после этого я нашла вас в Инстаграме и начала просматривать ваши публикации, в общем, и работы на эту тему. Ну вот, смешно сказать, конечно, но вот почти что в каждой публикации я находила там и вторичную выгоду, и вот как это, родовые связи, да, вот что-то там такое вот все находила-находила, но вот я не понимаю, как это вот облегчение, когда оно должно прийти вообще, ну и как оно, какие-то признаки облегчения или что-то еще, то есть какие-то вот моменты. я находила у себя, но я понимаю, что это, возможно, неполная картинка. Вы скажите, какая часть тела страдает, какая часть скелета, какие суставы? Ну, началось все с левого колена, вот, а потом, значит, врачи как бы предполагали, что это последствия старой травмы и, ну, посоветовали, ну, возможно, это массаж. И вот после массажа у меня уже тотальная, как бы там больше 60 суставов, и, в общем, с каждым годом все хуже и хуже, то есть я уже даже посчитать не могу, то есть и локти, и, в общем, тазобедренный, и, ну, в общем, лучше запястные, руки, ноги. Угу. И руки, и ноги, и тазобедренный уже, да? Да, да. Ого, хорошо, понятно. Вот, и тогда вопрос, в чем получается, чего хотите? Вот у нас, например, интересно понять, что это вообще такое. Вы это понимаете, да, с точки зрения психосоматики? Почему тело вам берет и сделало такое, ну, назовем это не подарок, но вот такую штуку вам сделало. Понимаете, зачем? Если понимаете, поделитесь. Ну, я как бы понимаю, только поняла, что это комплекс самообесценивания, да, что это было на каком-то моменте, но я не понимаю сам этот момент, когда это было, и почему идет такое ухудшение тотальное. И, кстати, эта боль каждодневная, я не могу с ней жить, то есть я сначала была на гормонах, сейчас я пытаюсь уйти от этих гормонов, то есть я до конца не понимаю, да. Это очень жесткий порочный круг, когда есть боль такая сильная, причем достаточно трудно выпутаться, потому что боль постоянно возвращает, сигнал болевой постоянно возвращает в эти эмоции, связанные опять с тем, что болезнь, она прогрессирует, идет, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и поэтому спустя много лет, может быть, вот как вы описали картину, когда там все больше и больше. Да, так а что с этим делать-то? Ревматойная, что с этим делать? Давайте посмотрим, с чего все началось. Вот вам 20 лет, вот сейчас, давайте мы сделаем с вами следующее, поймем, что произошло у вас, ну, что внутри вас постоянно запускает эта болезнь. Это, во-первых, а во-вторых, смотрите, давайте так, вот на вопрос у вас, что с этим делать? Есть причина, которая запустила. Спустя столько лет у вас уже, помимо причины, у вас уже есть, как вы сами выразились, какие-то вторичные выгоды. Точно, что-то есть, у вас образ жизни поменялся, сейчас вот я скажу, вы выздоровели. И что? И тут надо перестроить жизнь. Знаю я, есть у меня такие клиенты, а страшновато, если честно. Вот. Значит, я про вас не знаю, просто говорю, вторичные выгоды есть. Третье, есть вторичные стрессы. Вторичные стрессы, когда есть боль и уже мысли об этом, есть знание о том, что со мной, есть уже телесная память, организм уже помнит автоматические разные штуки, связанные там, грубо говоря, с течением заболевания и запускает их сам. То есть это такая целая, это уже клубок, за столько лет это клубок. Но рубить надо корень. Вот у меня тогда к вам вопрос. 20 лет, и у вас левое колено. Слушайте, ни шея, ни запястья, ни пальцы, ни ступни, колено. Да, я знаю, что произошло. Я рассталась с человеком. Я рассталась с молодым человеком. Я правша. Правша. Рассталась с человеком, с которым пробыли мы где-то 3,5 года, но я понимала, что это не тот человек, с которым я хочу быть связана всю жизнь. И как бы расставание произошло по моей инициативе летом, да. И вот осенью у меня вот выстрелило колено. Ну, естественно, переживания были, все, но... А сколько вы с этим человеком были? 3,5 года. 3,5 года. Вы были с человеком. Смотрите, левое колено. Что этот человек был для вас? Почему левое колено? Смотрите, левое колено для меня говорит о том, что это, ну, скорее всего, отношение про иерархию. То есть он должен быть либо в позиции, там, знаете, человек... Ну, я сейчас пофантазирую, а вы послушайте. Почему именно левое, кстати, и правое, там, да? Ну, потому что за эти ткани в левом колене, там, за мезодермальные ткани, они управляются, там, правым полушарием, а правое полушарие у нас отвечает за иерархические связи. Либо там кто-то, кто надо мной, либо кто-то, кто подо мной. Ну, это некие такие вещи, там, мам, папы, начальники, те, кто главные, там, опекуны, ну, условно, там, в отношениях. У меня много примеров, когда у женщин запускается не партнерская сторона, вот, ну, проблемы с мужем, а запускается не партнерская сторона, а сторона, например, ребенка или отца, потому что там муж для нее, это, там, покровитель, то есть как папская фигура. Вот. А он для вас кто был? Почему левое колено? Он, вот, как он для вас? Он кто для вас? Равный был? В горизонте вы его видели? Или все-таки выше, ниже? Ну, вот так вот. Ну, по возрасту это был ненамного старший человек, это всего лет на шесть был старший человек. Да, каким-то образом моя жизнь была связана с ним, но не тотально, то есть мы не жили, как бы, я не зависела материально от него. Вот. Возможно, вы знаете, я анализирую, что вот уход от него предполагал изменение жизни кардинально, то бишь мне нужно было вставать и идти, ну, каким-то образом там, работать, ну, в жизнь, вообще двигаться в жизнь, да, то есть совершенно... Что для вас вставать и идти в жизнь? Именно работать. В тот момент вам 20. 20. Вот убирайте опыт 44, оставьте 20 сейчас, давайте. Вот вам 20, и перед выбором надо вставать и идти в жизнь работать. Да, то есть это как раз... был там 93-й год, это вы же понимаете, что как бы работы особо я не видела, да. Как вы понимаете, не тише, нет. Давайте, как вы это оценивали? Что внутри вас было в этот момент? Ну, естественно, у меня было, к сожалению, потрачено времени, вот, ощущение вот не то, да, не то, не то, не то. Я пошла на курсы автовождения, вроде бы как, должно подъем, ну, вроде какое-то вот новое знакомство, будущее, что-то там, какие-то шаги в жизни, да, и вот тут пах колену, все. Новые шаги в жизни. Мне нравится, как вы метафоры используете, вам даже, видишь, люди тут, видите, люди пишут, как четко сказала сама, вставать и идти, да, надо вставать и идти в жизнь. А как вы сейчас выразились, новые, новые, что-то, новые движения, что-то вы сказали как-то? Ну, да, да. То есть вот новая жизнь для вас, я, знаете, сейчас спрашиваю, когда я спрашиваю, что такое для вас вставать и идти в новую жизнь в тот момент, что для вас это было эмоционально? Это что такое для вас? Это страх был, это страх. Страх, вот это ясно, явно. Че боялись? Вот вам 20. Вам 20, Яна, и я спрашиваю, вот сейчас 20. Уберите опыт 44-летний, оставьте 20, я спрашиваю, что это за страх для вас? Че боялись? Че боитесь? Вот вам 20, 93-й год на дворе, вы сейчас вот прямо ощутите, что там за окном сейчас вот 93-й, пуховики, все вот эти истории. Да, страх всего там, там же все подряд помешано было, вы же сами понимаете, что такое были 90-е годы. То есть это страх, ну там же работа, как бы такой вот, ну либо государственная работа. Че боялись вы? Нет, сейчас не надо вот эти штуки рассказывать. Вот ваш, вы ребенок там, ну или ребенок, вы девушка 20 лет, чего вы решили там бояться? Вот в этом всем вы испытываете страх, что что случится? В чему идти туда опасно? Финансовая ответственность, обман, ну и все прочее, все с этим связано. Ага, отлично. Неспособность, наверное, справиться с этой задачей. Ага, вот оно началось, обесценивание где. Я не справлюсь, поэтому идти туда страшно. Неспособность справиться. Знаете, что интересно? Что такое у вас за жизнь была до 20 лет, что неспособность, способность, неспособность справиться, и вот этот риск для вас сопровождался страхом? Ну, то есть... Я, вы знаете, всплывает в голове фраза моей мамы, почему-то вот там когда-нибудь просишь что-то, да? Не почему-то, а вот прям не случайно она сейчас всплывает. Ну, да, да, да. И вот она говорит, ну вот пойдешь на работу, тогда узнаешь, да. Пойдешь на работу, тогда узнаешь. Вот, кстати, девушка пишет, мы тогда не знали, что они такие страшные годы просто жили. Да, и вот тогда узнаешь. И если я тебе сейчас говорю, Яна, тебе 20, я тебе говорю, вот пойдешь на работу, тогда узнаешь. Да, ну вот меня трясет, да, меня трясет. Обалдеть. Вот так тебя мама запрограммировала. Тогда узнаешь. Вот смотри, тогда, слушайте все, тело пытается решить. Смотри, ты сидишь такая, и тебе надо идти в открытый космос, да? И тело тебе, и ты такая, и понимаешь, ты сейчас выйдешь в открытый космос, а там, ну, скорее всего, там ужас, смерть, обман, боль, страх. И тело такое говорит, нам туда, ну, там, ну, лучше не идти, там, не смогу, не справлюсь. Вот. А для того, чтобы ты справилась, что делает тело с тканью? Он там пытается усилить суставы, да, там, грубо говоря, ну, правый, левый, да, у тебя сустав получается? Забавно. Да, левый. Мамина фраза, наверное, потому что фраза, наверное, мамина, я так прикидываю. Тогда узнаешь, что будет. Ну, почему именно левый? Вот. А что делает ревматоидный артрит? Зачем он это делает? Он это делает для того, чтобы ты усилила сустав, ну, биологический сустав усилился, и ты смогла дойти туда, куда как будто не сможешь дойти. Тупо, глупо, но с точки зрения того, как пытается помочь тебе тело, оно так видит решение. Вот мозг твой, древний мозг, там, подкорка, а именно подкорка управляет тканями опорно-двигательного аппарата, вот, функцией. Она говорит, Яна, сейчас мы сделаем посильнее тебя. Угу. Хорошо. Ян, вот тебе сейчас 44. Скажи, пожалуйста, вот сейчас раз, и ты выздоровеешь. А вот прям все, ничего не болит. Вот что с твоей жизнью? Слушай себя, а не головой. Голова неинтересна, на уровне тела. Слушай себя. Тебе вот столько, сколько сейчас есть, и ты выздоровела. Первое чувство, которое приходит, вот прям слушай, будь честной. Что делать? Ну, что, что делать? Что делать? Расшифруй мне вот эту вот штуку, прям смотри внутрь у нее, сейчас внутрь. Ну, в каком направлении двигаться, что делать? То есть я понимаю, что я не реализовала себя никак, то есть я как бы волочилась по жизни, да? Вот, и, то есть у меня нет понимания, что делать дальше. Я не знаю, чего я хочу. Угу. Ну, явно, что, смотри, конфликт не закрыт. Ладно, понятно, что изначально тут есть какая-то история семейная, но вот потому, что ты говоришь, да, до сих пор твое тело, если распространяет эту штуку, он до сих пор внутри эта тема не закрыта. Ну, тема со страхом не закрыта. Угу. Угу. Ну, как ее закрыть? Давай. Не торопись. Угу. Да. А, давай. Вот, как вот ты говоришь, я прям вижу, когда мама мне говорит фразу, тогда узнаешь, что будет. Вот, давай. Туда. В этот момент можешь? Вот прям закрой глазки сейчас. Закрой глазки, и увидь маму, которая говорит тебе эту фразу. Вот, во сколько лет, самый ранний, ты можешь вспомнить? Ну, восемнадцать. Семнадцать, восемнадцать. Семнадцать. Угу. Да, вот восемнадцать, семнадцать, мама тебе берет и говорит эту фразу. Вот пойдешь работать, тогда узнаешь, что будет. И вот, ты мама, сейчас ты мама, и говори своей дочери эту фразу. ты мама. В слух, да? Да не надо, в слух, мысленно сейчас скажи. Вот, у Витьяну, который восемнадцать, и скажи эту фразу. Я тебя мама спрашиваю, скажи-ка, мама, а зачем ты это говоришь? У мамы злость была. Зарплата наверняка маленькая. Зарплата наверняка маленькая. И вот ты злишься, что у тебя зарплата маленькая, а для своей дочери ты в этот момент что донести хочешь? Ты, мама, смотри на дочку, но Яну. Она хочет самостоятельно вести от меня. Она хочет, чтобы я сама, она мне часто повторяла, я сама в жизни. Да, и тогда ты мама, когда ей эту фразу говоришь, ты зачем ее говоришь, если твоя дочь хочет сама, а ты ее пугаешь. Зачем ты это делаешь, мама? Нет, это мама хочет, чтобы я сама, чтобы я сама шла. Да, чтобы я сама поступала, чтобы я сама шла работать, чтобы я сама. Фразу эту сейчас зачем говоришь? Чего хочешь? Какой реакции от дочери? Когда говоришь эту фразу, тогда узнаешь, что будет, если пойдешь работать. Ты, мама, не убегай. Ну, мама, только злость. Умничка, и тогда давай по-честному. Чего хочешь? Какой реакции от дочери? Если ты ей эту злость передаешь, зачем? Смотри на ребенка, на своего злись, говори эту фразу, и скажи, зачем? Чего хочешь? Чтобы она что поняла? Ну, что, что ей никто не помогает, наверное, отец, я так думаю. Зачем твоей дочери это знает? Что никто не помогает, ты злишься? Чего хочешь? Ну, сочувствие, наверное, чтобы я поняла, как ей тяжело и обидно. не убегай, не убегай, не убегай. Скажи эту фразу несколько раз своей дочери. Услышь, что внутри запасы у был. Ты просто хотела донести до твоей, до своей дочери, что тебе просто больно, тебе не помогает муж, и ты хочешь просто ее поддержки? Так получается? А вот теперь ты Яна, и ты жизнь живешь. Тебе 44, а тебе мама все это время просто просила о поддержке. А ты научилась в мир бояться. Как тебе? Ну, ужасно на самом деле. Я только сейчас поняла, что как бы не мир страшен. Маме поддержка в тот момент нужна была. Ну, у нас ценности разные. Я всегда осуждала, как она жила. То есть, мама могла жить в абсолютном беспорядке, а меня это раздражало. А мама считала, что это все мелочи, то есть, есть какие-то более важные вещи. В общем, у нас система ценностей абсолютно не совпадала. Хорошо. Тише, не торопись. И вот ты, я на тебе восемнадцать. Теперь я твоя мама. И я тебе говорю, вот пойдешь работать, узнаешь тогда, что будет. И вот сейчас услышу эту фразу, знаешь, что у меня внутри в этот момент. Что я поговорю про папу, про свою маленькую зарплату. что с тобой с тобой сейчас? Мир опасен? Ну да. Мир опасен, Как ты делал? Классно. Как ты из этого сделала вывод, что мир опасен? Я тебе, мама, говорю о своей боли. Как ты это превращаешь в мир опасен? Ну, это страх просто. Просто страх и все. Просто страх. Вот сейчас я тебе еще раз говорю. Давай, ты мама, закрой глазки, закрой глазки. Ты мама. Смотри на свою дочь. Угу. А теперь еще раз посмотри, что ты хотела до нее донести этой фразе, что мир опасен? Ну, чтобы я ни на кого не рассчитывала, чтобы я была самостоятельная, чтобы ни на кого не надеялась. Угу. Потому что твой муж тебе не помогает? И тогда... Да, на него. Ага, и тогда какой посмотри? Что тебе хотела, мама? Чтобы ты просто была самостоятельной? Да. Вот и все. А почему ты это превратила в страх? Давай, ты теперь, я, у тебя 18, как ты эти слова превращаешь в страх? Расскажи мне. Ну, я была в себе абсолютно не уверена. то есть я ну, хотела от мамы поддержки какой-то, то есть я видела, как родители помогали поступать детям, как, допустим, судьба детей просчитывалась на несколько шагов вперед, а мне бросили как абонент для, нет, для поступающего книжечку там, абитуриента, да, справочник абитуриента. И это сказали, и тогда ты сейчас, я извиняюсь, я буду перебивать, у нас время ограничено. Да, да, да. И тогда ты что про мир-то решила после этих слов, мам? Как решила? Решила, что там страшно, да, что там, что там страшно. Классно. А вот сейчас, а вот сейчас ты, ты знаешь такого предпринимателя, Чичваркина? Нет. Господи, какого ты знаешь предпринимателя такого веселого? Веселого? Да. Прям веселого, известного. Да. Какого? Ну, я знаю только Березовский, который уехал. И потом его пришли. Даже предпринимателя не знаешь, конечно. Давай. Ты Березовский? И тебе мама говорит, вот выйдешь в открытый мир, сам начнешь зарабатывать, тогда узнаешь, что будет. Ну, елки-палки, где связь? Ну, что такое? Все, все, все нормально. ну, все, да, вот вижу. И что, и что Березовский мне сказал? Да, вот теперь ты Березовский. И ведь маму Яны, давай глазками Березовского, раз знаешь Березовского, бог с ним, затронем его грешную душу. Давай, да закройте глазки. Угу. И вот ты Березовский, и тебе мама Яны говорит, а тебе 18 лет. Вот выйдешь в мир, тогда узнаешь, что будет. Ну, ему смешно. Классно. Ему наоборот интересно там. Ну, он любит риск, он любит опасность. Он рисковый человек. Угу. А слова те же самые. Вот прям... Он мужчина, я женщина, да. Да, и тогда что? Как ты защищаешься? Молодец. Ты прям со мной прям... Ты вот за всю сессию открывай глазки, возвращайся. Да. Вот смотри. Давайте так, еще параллельно фоном. Вот Ян, смотри. Пока мы с тобой работаем, ты много раз мне говоришь разные вещи там. Ну, понятно, на дворе ведь был 93-й. Ну, вот со мной так поступили, потому что там к другим давали поступать, а мне помогали поступать, а мне бросили книжку там. А вот маме не помогал. Смотри, ты правда защищаешь свою концепцию? Ты ее правда защищаешь? Ты замечаешь, как ты это делаешь? Нет, я просто анализирую, я пытаюсь ну там как бы рассмотреть раз. Ну, ему, да, у него кураж, ему весело. Вот он как-то по-другому анализирует, правда? Угу, правда. Ты замечаешь, что ты выбрала способ, с помощью которого ты будешь анализировать мир? Ты выбрала способ, который... Конечно. Ты выбрала способ. Ты мне спрашиваешь, в начале сессии, ты спрашиваешь, как это все остановить, прекратить? Вот я тебе аккуратно подсказываю, смотри, пока что я вижу, что ты выбрала некоторый способ, с помощью которого описывать происходящее с тобой и с миром. В твоем способе результата Березовского не будет. Ты скрупулезно, скрупулезно собираешь факты, смотришь, до сих пор ты говоришь, я не знаю, в каком направлении двигаться, не знаю, что делать, до сих пор этот страх в тебе живет, и тогда твое тело просто много лет помогает тебе защититься от той реальности, Друзья, а вы меня слышите, нет? Я сама, я женщина, я ответственная, я справлюсь. Сильные женщины понабежали. Ага. Алло, алло, да-да-да, слышите меня? Да, 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 слушаю, да. Вы поймите, что ваше тело все эти годы, оно просто решает задачу того, какую информацию вы и каким способом вы ее привыкли анализировать об окружающем мире. Вот и все. Вот когда вы вдруг обнаружите, что вы этим занимаетесь до сих пор, вы сможете с этим что-то сделать. Вот это и есть терапия. Когда вы вдруг начинаете замечать то, что происходит с вашим телом... Ну я никогда не могла подумать, что можно действительно посмотреть глазами, там, как вы говорите, предпринимателя, там, кого-нибудь, там, Березовского, Чичваркина. И вот у меня позрения нет неким способом, да, у меня позрения. Вы... Это всего лишь способ описания мира. А ваше тело, оно просто говорит, хозяйка, да туда вообще идти, там, такие суставы нужны, там, там так опасно, что тебе нужен такой скелет, что, так сказать, оно будет работать на это усиление. В чем суть конфликта с самым бесценным? Что такое ревматоидный артрит с точки зрения того, что происходит с суставами? Ваши суставы сначала деградируют, потом в фазе восстановления вы вдруг немножко, там, отдохнули, поспали, там, отключились, получили, там... У вас, кстати, инвалидность есть? Ставят вам? Да, да. Да, третья группа, да. Или инвалидность, получили пенсию по инвалидности, расслабились, успокоились. Да, да. Я не издеваюсь сейчас, я это как вторичный выгод сейчас рассматриваю. Я об этом не говорю. Не сочтите это за цинизм, но надо понимать, что эти вещи важны. Я это понимаю, да. Потому что существует понятие идентичность больного. Это другой мир. Вот этот мир нужно расшатывать. А болезнь это уже следствие. То есть смотреть глазами предпринимателя, то есть того же там... Да, условно да, условно да. Вам надо... Вот у вас сейчас, если работать в терапии, надо сейчас вот эти штуки разгребать. Какие сейчас реально в вашей жизни работают убеждения? На чем они основаны? И мы бы тут работали, смотрели. Где вы научились? Почему так реагируете? Какие сейчас ваши реакции составляют? И что же тут делать? Могут ли составы восстановиться? Да, конечно, могут. Менять мысли, установки отношений к ситуации? Ну, конечно, друзья. Еще раз повторяю, что такое психосоматика? Это спрашивают просто. Игорь, так что, ключ это менять мысли, установки отношений к ситуации? Ну, образно говоря, да. Смотрите. Как только вы начинаете видеть мир не так, что он опасен, там, я не справлюсь, а боюсь, что не способна. Ну, то есть, мамину программу. Это мамину. Вы видите, что вам мама тупо вставила, взяла такая, дочь, давай, короче, вот так поступим. Я не знаю, что делать, но вот у меня есть программа о моей жизни. Чик, достала дискету такая. На, дочь, открывай. Сидером вставила тебе. Чик, закрыла. Запиши эту программу. Вы видите, что вы выполняете программу мамы. Никто не поможет, не справлюсь, там, там снаружи очень тяжело. Поздравляю, вы поверили маме. Слишком эмоционально вас загипнотизировали. А ваше сознание дальше все эти годы ищет обоснования. Ну, рационализация, то есть, сознание, собственно, для этого и создано. Вот. Да, мама, конечно, она... Понимание, это уже, конечно, большой прогресс. Понимание этого всего. Как минимум, да. У вас есть... Сейчас... Простите мамончика, это полудело. Сейчас это у вас, это уже ваш способ жизни. Вот тут надо работать больше. Ладно. Спасибо. Давайте... Спасибо вам огромное. Пожалуйста, посмотрите на то, как вам это менять. Вы это самостоятельно можете многое сделать. Начинайте вникать. Ладно, отключайтесь. Спасибо. Желаю вам доброго. До свидания. До свидания.